В эфире программа «Крик, криминал и комментарий» в студии Ксения Лосева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Берегись автомобиля. Инспекторы Коми взялись за машины с иностранными регистрационными знаками. Какие последствия ждут русских владельцев армянских машин? Один за всех и все за одного. Толпа сельчан блокировала работу автопогрузчика и силовиков. Кого и от чего защищали усть-куломцы? 8 лет без алкоголя. Таков итог случайной встречи с собутыльников, которая завершилась кровавой расправой. Была ли это самозащита? Сотрудники госавтоинспекции Коми взялись за машины с иностранными регистрационными знаками. Владельцы таких авто, как правило, не гости с юга, а российские граждане, которые пытались сэкономить на растаможке. Кроме того, транспортный налог, а также штраф за нарушение правил до недавнего времени их не беспокоили. Однако появление в начале 2020 года договора о присоединении Армении к ЕАЭС все кардинально изменило. По нему право распоряжаться транспортным средством, зарегистрированным в Армении может только гражданин этой страны или лицо, постоянно проживающее на данной территории. Репортаж Антона Булаева. Эту «Хонду Аккорд» 2010 года выпуска с армянскими номерами инспекторы остановили на окраине Сыктывкара. За рулем иномарки гражданин России. Мужчина признался, машину приобрел всего за 250 тысяч рублей. Автомобиль не растаможил и привез в Россию еще в августе 2018 года. Собственникам неуплачены таможенные сборы и, соответственно, подтверждающих документов, уплату данных таможенных сборов ни у водителя данного транспортного средства, ни у собственника нет. Между ними был составлен договор купли-продажи, хотя также собственник, который приобрел данную машину на территории Республики Армения, не мог распоряжаться ей, не мог ее также продавать. А по приезду, так как является гражданином Российской Федерации, данный собственник должен был получить ПТС, зарегистрировать данную машину Российской Федерации. «Хонда» отправилась на штрафную автостоянку. Забрать машину обратно владельцу теперь будет крайне сложно. Мужчине придется поставить авто на российский учет, заплатить разницу в пошлинах – это почти 2 миллиона рублей, а также транспортный налог за годы полулегального пользования автомобилем. С начала года все автомобили с иностранными регистрационными знаками попали на полицейский контроль. Ранее этим водителям часто сходило с рук игнорирование правил. Теперь же при помощи специальной программы сотрудники Центра фото и видеофиксации ГИБДД КОМИ в режиме реального времени отслеживают перемещение таких машин. В случае нарушения ПДД информацию тут же передают ближайшим экипажам госавтоинспекции. После остановки авто водителя привлекают к административной ответственности, вносят его данные в базу, если их там не было. Было значительно доработано программное обеспечение, используемое сотрудниками Центра фото и видеофиксации, что позволило привлекать к ответственности владельцев транспортных средств с иностранными регистрационными знаками. Ранее в ходе обработки материала фото и видеофиксации автоматических комплексов не представлялось возможным вынесение постановлений в отношении владельцев таких транспортных средств, поскольку зачастую информация о владельце автомобиля с зарубежным номером отсутствовала. Правоохранители обещают, к злостным нарушителям, которые специально приобретают машины по доверенности в странах ближнего зарубежья, а потом уклоняются от российского законодательства, будут применять дополнительные меры воздействия. К примеру, выехать за границу такому автолюбителю не позволят, пока он полностью не оплатит штрафы и налоги. Один за всех и все за одного. В распоряжении нашего канала появилась запись пьяной потасовки, которая произошла еще 7 июня в Усть-Куломском районе. Толпа разгоряченных жителей райцентра встала на защиту явно нетрезвого односельчанина, который позволил себе сесть за руль в сомнительном состоянии. Дебоширы пытались блокировать работу автопогрузчика и силовиков. Делали все возможное, чтобы не дать полицейским эвакуировать Ладу на штрафную автостоянку. Что из этого вышло, знает Иван Беречевский. Не трогай, не трогай, нельзя трогать его руками. Давай, посмотри! Медическую силу нельзя. На этих кадрах трудно понять, что происходит. Подвыпившая компания не дает поступиться полицейским к черной ладе. Стражи порядка собирались погрузить ее на эвакуатор. А все началось с того, что сотрудники Усть-Куломского ГИБДД остановили ВАЗ-15 модели для проверки документов. Однако, стоило им только увидеть водителя, как сразу стало понятно, мужчина пьян. Инспекторы попросили его сесть в служебный автомобиль и пройти тест на алкоголь. Но тот от медосвидетельств не отказался. Аутобель от него исходит. Тем временем, вокруг стали собираться зеваки. И пока в отношении нарушителя полицейские составляли протокол, кто-то из толпы, как позже выяснилось знакомый водителя, сел за руль дожидающегося эвакуации автомобиля и вдарил по газам. Такой поворот и для полицейских, и, судя по всему, для самого хозяина черной 15-й, стал полной неожиданностью. Началась погоня. В тот момент экипаж решает пойти на хитрость. Не гнаться за нарушителем по пятам, а перехватить угонщика объездным путем. После непродолжительной погони «Ладу» все же удается остановить возле лесопильного производства. Тут-то все и начинается. В момент эвакуации автомобиля сам хозяин и его подоспевшие сотоварищи, а это более 10 человек, препятствуют действиям полицейских. Толпа сдерживает машину, встает перед капотом, прыгают на трос лебедки, а сам автовладелец и вовсе пытается его оцепить. Тем не менее, силовики пресекают самозахват транспортного средства. Когда сотрудник полиции обернулся к нему спиной, хозяин автомобиля нанес ему удар рукой в область головы, причинив тем самым физическую боль сотруднику ДПС. Там же на месте он был задержан сотрудниками Росгвардии, которые как дополнительные силы уже к этому моменту прибыли к месту происшедшего административного проушения. Дебошира доставили в дежурную часть. Там задержанный заявил, ничего не помню, поскольку был сильно пьян. Впрочем, от ответственности это его не освободило. В отношении мужчины, помимо административного дела за вождение в нетрезвом виде, завели еще одно – уголовное, по факту нападения на представителя власти. Остальные участники громкого инцидента отделались лишь штрафами. Оборонялся, вот и пришлось сначала отбиваться от обидчика отверткой, затем ножом, а после и вовсе кирпичом. Такую защитную версию доказывал в Сыктывкарском суде 24-летний Никита Некрасов. В начале мая прошлого года в ходе пьяной драки он убил случайного знакомого собутыльника и с помощью подручных вывез тело на территорию бывшего завода СМЗ. Впрочем, в историю о самозащите так и не поверили. Следствие доказало прямой умысел на преступление. Репортаж Евгения Стогоза. Я пошел с собакой в магазин за еду в длине. Там стоял ранее незнакомый мне мужчина. Вот между нами завязалось общение. Мы зашли в магазин, взяли закуски. Вот у него пересекла водка, пиво. Вот и мы пошли ко мне домой на красный партизан. Случайное знакомство с парнем, который представился именем Шамиль, стало для Никиты Некрасова роковым. Он пригласил чужого человека к себе домой, где до этого распивал пенное с приятелем Мироном. Подозреваемый, выйдя из магазина, встретил потерпевшего. Тот ему предложил выпить вместе с ним. Подозреваемый предложил, сказал, пройдем ко мне на квартиру, у меня там посидим. И в ходе распития у них произошел конфликт. Угроза высказывал, что позвоню друзьям, приедут друзья и будем разговаривать по-другому. Подозреваемый испугался, что придут разбираться с ним. Понял, что надо самому разобраться с ним. По утверждению Никиты, драку затеял именно Шамиль и дважды ударил его по лицу. Причем произошло это в прихожей. Хозяин упал, а когда поднялся, гость уже размахивал кухонным ножом. Обороняясь, Некрасову пришлось поднять с пола кусок кирпича и стукнуть им по голове обидчика. Тот потерял сознание. Очнулся через пару часов, опять полез в драку. Тогда хозяин и решил добить гостя ножом, отверткой и куском кирпича. Он встал, начал двигаться в сторону, я испугался, взял нож, ударил. Куда не удар был? Медленно наносите. По словам Никиты, его приятель Мирон Куренков проснулся только во время расправы. Но молодой человек рассказал иную версию событий. Заснул якобы на кухне за столом, а когда очнулся, обнаружил напротив незнакомого мужчину по имени Шамиль. С ним они выпили водки. Гость при этом вел себя вызывающе, угрожал друзьями. А после и вовсе пошел будить хозяина, который привел его в гости и сам бесцеремонно улегся спать. Шамиль стоял примерно где я стою сейчас. Пытался разбудить, пару раз толкнул дело. После чего Никита не просыпался, Некрасов, нанес два удара ему в лицо. Я стоял в этот момент тут, где-то тут был, увидел эту картину и оттолкнул Шамиля. Ему это не понравилось, он не полез драться с кулаками. Ударил меня в лицо, куда я точно не могу показать сейчас. Я ударил после чего в ответ ему. Однако вскоре, казалось, конфликт был исчерпан. Молодые люди примирились и пошли втроем распивать спиртное на кухню. Но, видимо, обиду гость все же затаил. Через некоторое время снова посыпались угрозы, а после и драка с Мироном. Последний в итоге свалил его на пол и на несколько минут ушел в другую комнату. Когда вернулся, увидел, Никита бьет Шамиля отверткой по голове. Драку удалось остановить, но лишь на время. Опасаясь неких друзей агрессивного гостя, Некрасов все же решил добить его. Сначала ножом, а когда это не получилось, принес с улицы кирпич и нанес почти 20 ударов по голове. Последующим обвиняемым были предприняты действия на сокрытие данного преступления, именно трупа. О чем он попросил помочь своего знакомого. Он с этим знакомым уже в квартире завернули тело потерпевшего в полиэтиленовые пакеты. После чего также позвонил своему знакомому еще одному, у которого имелся автомобиль. Просили того перевезти данное тело на забросшую территорию СМЗ. Сообщники выбросили погибшего в котлован на территории бывшего завода. Поскольку тело в пакете не утонуло, на следующий день убийца туда вернулся и перетащил Шамиля в соседнюю яму. Засыпал ее мусором и травой. Впрочем, уже через три недели захоронение нашел случайный прохожий. Оперативники вычислили подозреваемого в убийстве через 10 дней. И хотя Никита избавился от орудий преступления и вещей погибшего, а также замыл следы крови в квартире, это не спасло его от уголовного преследования. Сыктывкарский суд отклонил его версию о вынужденной самозащите и назначил 8,5 лет колонии строгого режима. Его приятелям Мирону Куренкову и водителю Владиславу Томову за укрывательство преступления придется заплатить штраф в 20 тысяч рублей. После безуспешного обжалования в Верховном суде Коми приговор вступил в законную силу. Программа «Крик, криминал и комментарий» подошла к концу. С вами была Ксения Лосева. Этот и другие выпуски программы смотрите на нашем сайте yurgan.rf. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok